Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я вам предлагаю поговорить про адвент календари. Я вам предлагаю посмотреть на те календари, которые продаются уже сейчас, уже в октябре, которые не нужно ждать до ноября или до декабря. Я покажу вам все те календари, которые показались мне наиболее интересными и расскажу о их составе. Я здесь не буду делать распаковки, у меня нету всех этих календарей. И распаковки большинства из этих календарей вы можете найти у любого блогера. Так что тот календарь, который вам понравится, вы можете забить потом в интернете. И либо у Олера Тотум, либо у Ленский Бьюти, или у любого другого блогера вы, скорее всего, найдете на него обзор. Так что сегодня я вам просто покажу список всего, что есть, все, что можно приобрести. И если это видео вам интересно, то продолжайте смотреть, а мы поехали. Давайте договоримся сразу, что про исчезнувшие календари я пока что говорить не буду. Про Лук Фантастик, например, я быстренько упомяну, что был такой календарик. Он, к сожалению, уже раскуплен и купить его нельзя. Стоил он 7800 рублей. Его распаковку вы можете найти и у Ленский Бьюти, и у Олера Тотум. Этот календарь всегда нужно заказывать по предзаказу. В этом году вы его купить уже не успеете, поэтому сейчас мы его обсуждать не будем. И также я не буду показывать календарь от Культ Бьюти, который стоил 200 фунтов. Это почти 20 тысяч рублей. И он тоже уже, к сожалению, не в продаже. Он был очень дорогой. Я, кстати, думала над его покупкой, но не стала его себе брать, так как большая часть тех средств, которые меня интересовали в этом календаре, у меня уже были в наличии. Теперь давайте приступать к тому, что есть сейчас и что можно купить прямо сейчас. Давайте начнем с того, что есть на сайте Культ Бьюти. И лично, на мой взгляд, один из самых интересных календарей это календарь от Сэева. На самом деле это просто набор кисточек. Он даже не обозначен как адвент календарь, но если вы посмотрите, сверху у этого набора есть разметка 1, 2, 3, 4, 5, 6. И иными словами, этот набор можно открывать как адвент календарь. Это кисти, это все кисти и для лица, и для глаз. И вы посмотрите на этот красивейший красный цвет. Действительно создается ощущение Нового года и какого-то праздника. Очень красивые кисти, у них отличное качество. Я сама ежедневно пользуюсь Сэевой и полностью довольна. Поэтому я сама себе подумываю прикупить такой наборчик. Честно говоря, стоит такой календарь 78 фунтов. Это 7700 рублей. И также не забываем про то, что когда вы покупаете что-либо на Культ Бьюти и кладете это в корзину, вбиваете ваш адрес, не британский, а, например, российский, у вас вычитается британский налог. И иными словами, стоить будет меньше данный наборчик. Я обязательно буду прописывать все цены внизу, чтобы вам было удобнее. Но в любом случае, этот набор от Сэева лично мне понравился больше всего. Следующий календарь это календарь от бренда Шарлотта Тилбери. Он стоит 150 фунтов и это примерно 15 тысяч рублей. Это очень и очень дорого. На этот календарь уже есть обзор. Есть, по-моему, обзор у Ленски Бьюти. Есть обзор у Лены 864, по-моему, у нее ник. И, честно говоря, лично меня данный адвент календарь скорее расстроил своим наполнением. Я поэтому его покупать бы и не хотела и на самом деле вам не советую. Здесь ситуация такая. Вы можете его приобрести в двух случаях. Либо если вы очень-очень большой фанат Шарлотты Тилбери и этого бренда, либо если у вас нету совсем ничего от Шарлотты Тилбери. В таком случае, если вы готовы потратить такую огромную кучу денег, то в таком случае данный календарь тоже вас может порадовать. Здесь, на мой взгляд, очень спорный состав. Мне лично не нравится то, что здесь так много ухода. Мне бы хотелось иметь здесь больше декоративной косметики. Здесь у нас помада в оттенке пилотолк. Карандаш для губ тоже в оттенке пилотолк. Карандаш для глаз. Причем две штуки. Тушь и все остальное это уход. Я, честно говоря, не в восторге от ухода Шарлотты Тилбери. Я не считаю это что-то суперинтересным, что нужно класть в данный бокс. Есть также мнение то, что эти средства являются у Шарлотты отчасти передовыми, самыми известными. Но все же мне кажется, что за бокс стоимостью 15 тысяч рублей нужно было положить гораздо больше средств, чем вот это. Вы только посмотрите. Мне кажется, как минимум одну палетку-четверку нужно было бы сюда точно доложить, чтобы ощущение от этого бокса осталось гораздо лучше. Следующий бокс, который есть тоже на Культ Бьюти, это бокс от бренда Benefit, от Двент Календарь, извините, не бокс. Он стоит 58 фунтов, это примерно 5800 рублей. Здесь уже состав поинтереснее, по-разнообразнее. Здесь есть различные праймеры для кожи, есть карандаш для бровей, есть гель для бровей, знаменитый гимми-брау. Есть также бронзер Hoola, очень, кстати, хороший бронзер, он мне действительно нравится. Но что странно в этом боксе, это то, что бронзер Hoola здесь не в мини-формате. Нет, и не полноразмерный, конечно же. Это миниатюра мини-формата. Вы только посмотрите, у Ольера Тотум был обзор на этот календарь, и это просто что-то с чем-то. Но почему? Почему нельзя было положить просто миниатюру? Зачем положить туда мини-версию миниатюры? Это какой-то трэш, ну серьезно. Такое ощущение, что бренд постарался избавиться от ненужных вещей. Просто, ну, камон, у меня одни эмоции от этого, извините. Также здесь у нас знаменитый румяна Dandelion, есть айлайнер, подводка и несколько других средств. Честно говоря, данный адвент-календарь, на мой взгляд, тоже завышен по цене. Вообще все они чуть-чуть завышены по цене. Но если вы очень хотите познакомиться с брендом Benefit, то, на мой взгляд, это даже неплохой состав за неплохую стоимость. Следующий календарь вызывает у меня одно негодование, потому что стоит он как крыло самолета, но состав не на крыло самолета. И это Dr. Barbara Sturm. Да-да, называется данный бренд Dr. Barbara Sturm. У нас в простонародье, в России, Barbara Sturm. Стоит этот календарь 405 фунтов. Это на минуточку 40 с половиной тысяч рублей. И только посмотрите на его состав. Здесь одни миниатюры. Ааа, что? Одни миниатюры за 40 тысяч рублей? Я понимаю, что данный бокс это не для маленьких девочек, это для взрослых состоявшихся женщин. И обеспеченных, конечно же, женщин. Но все-таки, если представить себя на месте подобной женщины, то мне бы не хотелось за такую большую сумму получить набор маленьких миниатюрных баночек. Это даже не похоже на тревел-формат. Это именно миниатюры. И если бы я потратила такую кучу денег на вот эти миниатюрочки, я была бы, во-первых, расстроена, а во-вторых, на мой взгляд, когда ты покупаешь что-то столь дорогое, это должно выглядеть хотя бы как-то нормально. Но этот набор миниатюр выглядит дешево. И совсем не на 40 с половиной тысяч рублей. Опять-таки, я не знакома с этим брендом. Быть может, здесь настолько крутые средства, что они стоят все вместе 40 с половиной тысяч рублей. Но пока что это кажется очень сомнительной затеей. Было бы, на мой взгляд, хорошо, если бы они сделали хотя бы тревел-версии. Но не миниатюры вот такие, которые распихивают по бьюти-боксам. Ну серьезно. Следующий бренд, это бренд Molten Brown. Очень интересный адвент-календарь. Он стоит 175 фунтов. Это 17 с половиной тысяч рублей. Это тоже безумно-безумно-безумно дорого. И бренд Molten Brown, если кто не знает, это бренд, который изготавливает косметику для тела, для душа, на основе парфюмированных средств. Здесь действительно очень дорогие средства, как правило, если вы видели, баночка такая с гелем душа стоит по две тысячи рублей. Это очень недешевое удовольствие. Но что мне нравится в этом боксе, это, по крайней мере, то, что здесь не сплошные миниатюры. Здесь есть много баночек. 75 мл, 50 мл, 45 мл, 40 мл, 50 мл, 50 мл. Иными словами, здесь хоть чуть-чуть похоже на то, что бренд не пытался сбагрить все возможные миниатюры, которые завалялись у него на складе. Также у Molten Brown есть на Культ Бьюти различные наборы из четырех или из восьми гелей. Это миниатюры, но, на мой взгляд, все-таки те наборы гораздо выгоднее брать, потому что у них цена гораздо приятнее. Так что, если вы хотите что-то взять от этого бренда или кому-то подарить, то, наверное, я бы все-таки обратила ваше внимание не на этот дорогущий адвент календарь, а на вот такие наборчики. Сайт Net-e-Porter тоже предлагает свой адвент календарь. Я не знала, честно говоря, то, что у них бывают адвент календари, но случайно на него наткнулась. Стоить будет данный адвент календарь 200 фунтов. Очень и очень недешево. Но для Net-e-Porter на самом деле это вполне себе приемлемая цена. В составе этого бокса будет много интересных средств. Будет бренд Амаровицва, будет Рен, будет Барбара Стрёмшин, Шанты Кай, Орибе, Пай. Интересный, интересный на самом деле состав. Будет, кстати, Аургласс еще, пудра. Неплохой состав. Здесь, конечно же, тоже в основном миниатюры, даже не travel size, насколько я поняла, а именно миниатюры. Но этот состав действительно кажется интересным, потому что здесь уважаемые и действительно дорогие бренды. И, быть может, если пересчитать value этого бокса, то будет очень даже выгодно. У Сифоры также выходит интересный адвент календарь. Он будет стоить 119 евро. Здесь тоже будет палетка от Huda Beauty. Почему палетка от Huda Beauty одна и та же попадается уже в третьем адвент календаре? Она была у Культ Бьюти, она еще у какого-то адвента была, я сегодня рассказывала. И вот теперь у Сифоры. Huda разослала всем свои палетки. Они так плохо идут, серьезно. В общем, что у нас в составе? Давайте посмотрим. Помимо Huda, нашей любимой здесь будет тоник от бренда REN. Это очень интересно. У нас будет бренд Аургласс, по-моему, это пудра. Тоник от бренда Pixi. Будет Марио Бодеско, тоже знаменитый. Тоник с розой. Будет Эрбарян. Будет Benefit гель для бровей. И будет Too Faced. Наконец-таки и тушь Клиник. В общем, достаточно интересный состав, потому что я уже вижу. И я таки думаю, что, быть может, за 119 долларов это будет и неплохо. У Аургласс, кстати, здесь идет именно пудра. Что очень хорошо, потому что эта пудра не дешевая. И получить ее в составе бокса всегда будет приятно. Очень интересный адвент календарь выйдет у Реал Техникс. Он будет стоить 35 долларов. И он, по-моему, уже доступен. Да, он уже доступен. В данный календарь будет входить несколько пинцетов для бровей. Будет входить 4 спонжика. Также будет входить футлярчик для спонжика. Будет входить 6 кистей. То есть будет целый наборчик миниатюрных, правда, неполноразмерных. Но все же миниатюрные кисти это тоже неплохие кисти. Также здесь будет точилка. Различные средства для волос. Несколько резинок. Заколки. Резинки-заколки серьезно. Ну зачем? Зачем резинки-заколки? Господи. Ах, ладно. В общем, за 35 фунтов не самый плохой состав, я бы вам сказала. Потому что кисти у Real Techniques, конечно, не самые дешевые. Хоть кто-то их и называет бюджетными. Но многое зависит от того, где их покупать. На iHerb их покупать гораздо выгоднее, чем у нас в России. Если ты зайдешь в подружку посмотреть на Real Techniques, то ты быстренько уйдешь от этого бренда. Потому что цены там ого-го. За 35 фунтов, это, или долларов, что это здесь? Да, 35 фунтов, это неплохой состав. И, быть может, он будет кому-то из вас интересен. У бренда Essence тоже выходит свой адвент-календарь. Он есть на сайте Feel Unique. И стоит он 20 фунтов. Здесь много-много всякой фигни, откровенно говоря. Я не люблю бренд Essence, потому что много дешевой, не очень хорошей порой косметики. Я не понимаю любовь All Red Potom к этой косметике, потому что она не пользуется этими тенями, не пользуется этими помадами, тональными средствами, консилерами. Вот нигде ты у нее не увидишь ее в ежедневном макияже этих средств. Но она их постоянно нахваливает в каждом своем обзоре. Но при этом совершенно ими, конечно же, не пользуется. Что обидно, потому что чувствуешь себя обманутым потребителем. У нас в составе этого бокса будет одна кисточка, будет куча-куча всего для ногтей, несколько лаков, палочки для ногтей, будет спрей, будет помада, будет тушь для ресниц, будут румяна. Что это и что это? Ну, не знаю, пилочка еще для ногтей, конечно же, очень важный инструмент. Но, честно говоря, не знаю, очень сомнительный состав. Быть может, если вы подарите данный бокс девочке, подростку, которая только учится макияжу, это будет и ничего так. Но, честно говоря, лучше пойти и приобрести ей тот набор, который выберете вы. И не тратить деньги на бесполезную кучу лаков и какой-то прочей хрени. Лучше подобрать то, что вам будет подходить. Потому что, ну, даже за 20 фунтов, это 2000 рублей, этот состав лично у меня не вызывает доверия, не вызывает никакой любви. Essence бюджетный бренд, но мне бы не хотелось платить 2000 и вот это. Не знаю, если вам хочется, то напишите в комментариях, мы с вами это обсудим. Следующий блок календарей давайте возьмем с сайта Asos. И здесь у нас есть интересный календарь от бренда Revolution. Диана Суворова уже выпускала на него обзор, можете внимательно его там посмотреть. Стоит этот календарь 3890 рублей. И здесь в составе достаточно много интересных средств. Здесь 25 средств, несколько палеток теней, резинка для волос каким-то образом сюда затесалась. Здесь есть кисти и очень много средств для губ. На самом деле, лично я не очень люблю бренд Revolution, потому что, на мой взгляд, на мои потребности, качество у них сомнительное. Но есть много людей, кто любит данный бренд и кого устраивает качество данной косметики. Если вы любите Revolution, то, на мой взгляд, это не самое плохое предложение. Также еще на Asos есть много-много интересных календарей. Например, адвент календарь Barber Pro. Это мужской календарь. Я про него сейчас быстренько проговорю. Данный календарь есть как на Asos за 3790 рублей. Также данный календарь был на Look Fantastic. Но на Look Fantastic он уже распродан. А на Asos он остался. Так что, если вы хотите порадовать своего мужчину, то можно обратить внимание на такой календарик. И также на Asos есть еще три календаря. Два из них рассчитаны на 12 дней и один на 24 дня. Все эти календари также можно посмотреть у All Red Autumn. Она уже навыпускала на них обзоры. Маленькие календари на 12 дней стоят 3390 рублей. Большой календарь стоит 7190 рублей. В прошлом году на Asos тоже был большой календарь на 24 дня или на 25. Этот календарь тоже стоил 7000 рублей. И этот календарь то появлялся в наличии, то исчезал, то снова появлялся, то снова исчезал. Я сначала хотела его приобрести, потому что его состав был очень близок в прошлом году к составу календаря от Look Fantastic. В этом году между ними нет ничего общего. И также хочу заметить то, что в прошлом году данный календарь не продался полностью. И в 2020 году данный календарь все еще остался в продаже. И его можно было купить со скидкой примерно за 5000 рублей. Следующий бокс это бокс от бренда Clorance. Его уже можно купить на официальном сайте у данного бренда. И стоит он 9300 рублей. На самом деле я не могу пока что сказать, рада я этому боксу, этому календарю или нет. Потому что здесь тоже одни сплошные миниатюры. По крайней мере так похоже по фотографии. Но при этом Clorance достаточно недешевый бренд. Поэтому вполне возможно, что оно того и стоит. Но давайте посмотрим на состав. Хотя бы примерно здесь у нас тушь для ресниц. Масло, блеск для губ. Бальзам, очищающий крем 30 мл. Средство для быстрого удаления макияжа 30 мл. Крем 15 мл. Маска 15 мл. Бальзам для тела 30 мл. Крем для тела 30 мл. Много-много средств. На самом деле есть travel формата и много миниатюр. Полноразмерных версий я здесь особо, честно говоря, не вижу. Возможно, разве что тушь здесь полноразмерная и все. Вообще, наши люксовые бренды почему-то делают такие странные адвент календари и наборы, в которых цена очень большая. Но внутри лежат даже не travel форматы, а вот именно миниатюры. Я, честно говоря, даже не знаю, как относиться после этого к этим брендам, потому что видно то, что они хотят выжать из тебя каждую копеечку. То, что им неинтересно, будешь ты как клиент лоялен к бренду или не будешь. Попробуешь и ты, и, быть может, в будущем к ним вернешься. Нет, они хотят здесь и сейчас навариться на тебе за каждую копейку, за каждый рубль. Честно говоря, лично в моем мировоззрении, лично у меня это портит отношение к подобным брендам. Я вообще молчу про адвент календарь от L'Occitane, который был в прошлом году. Это какая-то жесть. Ладно, давайте пойдем дальше. И есть адвент календарь у бренда Phil Unique, точнее у сайта Phil Unique. Он стоит 89 фунтов, это примерно 9000 рублей. Состав у этого адвент календаря немного похож на календарь от Cult Beauty. Здесь у нас палетка от Huda Beauty, здесь блендер, спонжик, то есть. Есть крем от бренда Sol de Janeiro. В целом интересный состав. И Элемис здесь, конечно же, затесался. Эмма Харди тоже, конечно же, затесалась. Есть кисточка от Saeva. В общем, на самом деле, неплохой состав, мне кажется, за 89 фунтов. Так что на этот календарь я бы обратила свое внимание, если бы у меня была лишняя сотня фунтов. У бренда Lumine интересный вышел адвент календарь. Это адвент календарь не со всеми средствами Lumine, а с конкретной линейкой Nordic Beauty Surprises. Он называется. Здесь представлена именно вот эта нордическая коллекция у бренда Lumine. Здесь в основном идет уходовая косметика, но также есть и несколько декоративных средств. Например, тушь и, как я вижу, по-моему, карандаш. Нет, это подводка. Подводка, да. Также здесь есть различные серумы, есть крема. Очень интересный, на самом деле, состав для тех, кто любит бренд Lumine. У них достаточно неплохие сыворотки. Я их пробовала, мне очень нравится. Но, конечно, не дешевая, не дешевая цена у этого календаря. У бренда Too Faced тоже выходит адвент календарь. Он будет стоить 100 долларов. Value здесь, как утверждают, на 225 долларов. И пока что этого календаря нет в наличии, но он будет позже доступен на официальном сайте. Здесь у нас будет несколько тушей для ресниц. Это будет тушь Better Than Sex и также это тушь Den Girl. Будет подводка для глаз, будет несколько праймеров. Не будет знаменитого консилера, хотя мне бы, конечно, хотелось бы здесь видеть Born This Way. Но это очень такая опасная авантюра, потому что оттенок тут, конечно же, может много кому не подойти. Также здесь будет двушка румян в очень странном розовом и золотистом оттенке. И много-много других средств. Несколько праймеров и что-то не очень интересное, на мой взгляд. Ну и, конечно же, средства для губ. Не самый интересный адвент календарь, лично на мой вкус. Я бы хотела чуть больше чего-то интересного. Быть может, было бы неплохо положить еще сюда миниатюру своей знаменитой пудры. Но если вы хотите познакомиться с брендом Too Faced, то это, быть может, очень даже неплохой вариант для покупки. И последний адвент календарь, который я нашла и про который я хочу вам рассказать, это адвент календарь от бренда Rituals. Он стоит 60 фунтов, это 6 тысяч рублей. И в составе этого адвент календаря будет тоже много-много средств для тела. В основном Rituals, это как раз-таки бренд, который ориентируется на средства для тела. Причем такие небюджетные. И что приятно, в этом адвент календаре тоже есть достаточно много тревел-версий, а не только одних, лишь миниатюр. Ну что ж, а на этом все, все, что я хотела вам показать. Есть, конечно же, и другие адвент календари, про которые я не успела вам рассказать или же не хотела. И выйдет в будущем тоже немало, наверняка немало. Но это то, что вы можете приобрести уже сейчас, то, на что вы можете обратить свое внимание, а то, на что уже появляются обзоры у блогеров. И, соответственно, вы не покупаете это вслепую, а вы смотрите сначала, что же там лежит, точно ли оно стоит вашего внимания, и принимаете решение о том, нужно оно вам или нет. А на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!